Всем привет! Сегодня я решила записать видео, рассказать вам по поводу того, чем же я все-таки занимаюсь на досуге, скажем так. Что это за такой бизнес, что за идея и все такое. Я планировала записать это видео еще давно, но у меня никак не получалось, никак не было времени. Думала, сделай дома, все красиво, все как положено, с доской. На доске, знаете, маркером напишу все и как схему составлю. Но потом, думаю, пока я дойду до дома, до доски, это пройдет уже несколько месяцев. Поэтому пока у меня есть сейчас минутка свободная, я решила записать и рассказать вам про это. Как вы знаете, что 4 месяца назад, когда началось лето, летом я не брала классы. И когда я не хожу в школу, для меня кажется, что у меня слишком много свободного времени, несмотря на то, что я все-таки занималась всякими разными другими делами. И мне показалось, что у меня много слишком свободного времени, и мне нужно чем-то себя занять. И я начала делать свои поиски, розыски всякие разные. И как раз-таки наткнулась на вот этот, на такой бизнес, на систему этого бизнеса. И уже 4 месяца я пытаюсь в нем рыться, разобраться. И у меня это уже хорошо достаточно получается. И он уже, скажем так, приносит прибыль. Бизнес, про который я сейчас говорю, называется e-commerce. Что значит commerce? E – это от слова интернет. То есть бизнес в интернете, скажем так. То есть это создание своих личных магазинчиков, онлайн-платформы, свои онлайн-магазины. То есть вы сами решаете, что вы хотите там продавать. То есть и сейчас я хочу вам рассказать, как именно они работают. Просто открыть магазинчик, открыть свой бизнес – да. Но вопрос в том, как же привезти покупателей в этот бизнес, как же привезти трафик именно в ваш магазин, чтобы люди покупали именно у вас. Потому что магазинчиков таких миллионы сейчас просто. Каждый пытается кому-то что-то продать и все такое. И я буду лично говорить за страну Америки. Но сразу же скажу, что эта платформа, через которую я открыла свой веб-сайт, она работает по всему миру. Вообще эта компания находится в Канаде. То есть основана эта компания в Канаде. Но человек в любой точке мира может ей пользоваться и может открывать свои магазины. Вообще на самом деле достаточно много всяких разных, знаете, таких платформ, где вы можете создать свой веб-сайт, где вы можете построить именно вот свой магазин, продавать какие-то, скажем так, ну что-то продавать. Я сейчас хочу вам рассказать именно о том, где построила я и вообще систему вот этого всего, как это все работает. Я использовала платформу для своих магазинов. Эта платформа называется Shopafi. Эта компания основана в Канаде. То есть это канадская компания. Но, как я уже сказала, вы можете ей пользоваться по всему миру. То есть эта компания предоставляет вам, скажем так, основу, какую-то вот платформу, где вы можете создать свой сайт, где вы можете сделать это все очень красиво и профессионально, где они вам предлагают всякие различные дополнительные приложения, какие-то за отдельную плату, какие-то бесплатные, которые вам помогают построить, которые вам помогают поставить товары в ваш магазинчик, которые помогают вам соединить ваш магазин, ваш сайт с другим сайтом, где вы будете покупать ваши те самые товары. Я уже говорила много раз, что сейчас с каждым днем все больше и больше у нас все уходит в интернет. Говорю за Америку сейчас. У нас очень много магазинов, которые закрылись, которые out of business. Почему? Потому что магазины, которые находятся онлайн, в интернете, их просто съели. Их просто съели. Сейчас где не спросишь, где ты что покупаешь, люди говорят, я покупила это онлайн, я купила это на Амазоне, там еще кто-то. Сразу скажу про Амазон. Это не Амазон, но у вас есть возможность соединить ваш сайт, подключить, открыть магазин на Амазоне и соединить его. То есть ваши продукты из вашего магазина могут также быть на Амазоне, так как у нас сейчас очень много, почти что все, мне кажется, покупают что-то на Амазоне. Поэтому я думаю, что это очень полезная штука, чтобы соединить Амазон и ваш магазинчик. То есть они идут на Амазон, увидели ваш продукт, на Амазоне, если честно, я скажу, я еще сильно глубоко там не рыла, глубоко еще не искала. Я пока углубленно занимаюсь именно поиском и улучшением, и развитием магазинов, которые я открыла на платформе Shopafine. Хочу вам объяснить, как это примерно работает. Вы, скажем так, middleman. Middleman – это такой средний человек, скажем, в общем, вы такой человек, который стоит посередине. С одной стороны у нас стоит покупатель, вы стоите посередине, и с другой стороны у нас стоит поставщик. А вы человек посередине, который помогает поставщику, скажем так, продать его товар покупателю. То есть вы этот человек, который их вместе, скажем так, соединяет. Но не просто соединяет, показывает покупателю этого поставщика, а показывает именно товар этого человека, но вы продаете этот товар, конечно же, с каким-то процентом, и что вам позволяет заработать достаточно хорошие деньги. Товар можно покупать очень распространенно. Это AliExpress, конечно же, там есть абсолютно все. И скажу вам из своего личного опыта, из опыта других людей, которые занимаются это уже годами, то есть это все на самом деле реальный бизнес. Если, допустим, в России очень много умных людей, и они просто сразу же идут на AliExpress и покупают, то здесь даже люди знают об этом сайте, но не так он популярен, допустим, как в России. Сейчас я хочу вам рассказать, как вы... Как привезти покупателей именно в ваш магазин. Это тоже одна из таких, скажем так, особенностей именно этого бизнеса. А еще, прежде чем сказать, как привезти покупателей, я хочу вам сказать, что многие, наверное, думают, так, мне нужно, наверное, столько-то денег, сколько денег нужно, чтобы мне начать этот бизнес, денег нужно, чтобы закупить товар, где его разместить и все такое. Скажу вам сразу, что вот именно вот такие магазинчики через платформу Shopify, которую я открыла, и сработая с AliExpress, вам не нужно никакой инвентарии. Вам нужна эта модель называется dropshipping. Dropshipping, значит, то есть вы сразу же от вас в магазине, в вашем магазинчике, кто-то что-то покупает, вы сразу же директ заказываете от производителя, и производитель сразу же отправляет то, что вы заказали этому человеку. Но нужно будет немножко, скажем так, договориться с ним, в будущем это уже там построить какие-то отношения, чтобы у вас был постоянный поставщик, чтобы вы знали точно, что доставка будет доставлена в определенное время, что товар будет хороший, все такое, потому что, когда вы только начинаете, вы, то есть, еще не знаете, что где искать, что и как. Вот, и получается так, что доставка дольше, что там еще что-то, товар не тот, и цвет другой, еще что-то, в общем, много всяких разных таких нюансов, с которыми в будущем, если кому-то будет это интересно, можно это будет познакомиться. Вот так вот. Что вообще от вас требуется? Вы берете, идете на Алиэкспресс, ищите какой-то товар, вы можете найти какие-то товары, там у них есть приложения специальные, допустим, печатать красивые дизайны футболок, есть американские компании, которые этим занимаются, тоже это все можно найти на платформе Shop of Fight, там у них есть много всяких разных приложений, которые вам предлагают, такие такое. То есть, вы сами решаете, что и где. Как найти товар, какой товар продавать, это тоже все зависит от вас, это все зависит от того, где вы живете, на какую, скажем так, аудиторию вы работаете. Допустим, я сейчас нахожусь в Америке, и я, то есть, моя основная аудитория, это, конечно же, американцы. Я уже ориентируюсь, знаете, по тому, что нужно людям, что им интересно, что без чего они не могут жить, то есть, вы сами смотрите уже по ситуации. Допустим, очень популярные, допустим, темы, вот у нас всякие разные праздники здесь проходят. Допустим, сейчас очень популярная тема – это продавать всякие разные украшения, маски, костюмы на Хэллоуин. Это идет как сумасшедшее. Можно вот так вот сезонно, празднично как-то продавать всякие разные вещи. Можно, допустим, найти какой-нибудь товар, очень тоже популярен товар, без которого люди прямо не могут прожить, который просто необходим, чтобы сделал жизнь, вашу жизнь проще. И если вы еще покажете этот товар вообще на красивом видео, на красивом фото, покажете прямо вот так, что тебе просто необходимо это. Если ты не купишь, ты просто не сможешь прожить. Чтобы человек увидел вашу рекламу и сказал, да, мне нужно это прямо сейчас. И он переходит по ссылке прямо на ваш сайт и покупает это. Это тоже основная такая фишка. Сейчас у нас идут праздники. Я вам уже секреты рассказывала. Идут праздники, сезон праздников. Это начинается День Благодарения, Рождество, потом День Валентина. И в этот праздник люди тратят просто нереальное количество денег. Я не могу вам сказать точные цифры. Это, конечно, можно зайти в интернет и все, найти точные цифры. Сколько денег в день люди тратят на праздники. Особенно в Крисмас. Сначала у нас начинается Блэк Фрайды. Блэк Фрайды – это распродажа везде. На этом именно в Блэк Фрайды можно заработать нереальное количество денег. Потому что люди тратят, 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 тратят. Особенно американцы. Особенно люди, которые живут в этой стране. Блэк Фрайды. Сайбер Мандэй. Потом у нас идут всякие разные рождественские подарки. Люди скупают просто все. Вот поверьте мне, люди скупают абсолютно все. И большую часть того, что они скупают, они скупают именно онлайн. И когда вы с вашим товаром поставите им рекламу перед носом, они купят ваш товар. Это я знаю точно. Это я уже точно проверила. Это я уже на своем опыте это все сделала. Это работает. То есть вам не нужно покупать никакую, знаете, инвентарию, все такое. Если уже в будущем вы хотите создать собственный бренд, допустим, или вы хотите, чтобы ваша доставка была быстрее, вы уже знаете точно, что вот этот товар у меня продается каждый день там до 10-20 штук. Поэтому можно попытаться как-то договориться с поставщиком, чтобы он вам быстрее доставку делал, чтобы он вам сделал красивую упаковку и все такое. Можно просто заказать себе. Если я знаю, что точно этот товар продается, я закажу себе и красиво его оформлю как-то в красивую упаковку и буду сама его доставлять и быстро делать доставку. Потому что люди здесь, в Америке, не любят ждать долго. А как вы знаете, товар с Алиэкспресса идет 2-3 недели. Некоторые еще дольше. Поэтому нужно всегда искать товар, который идет именно вот 2-3 недели, не больше. Люди в Америке, они смотрят, они покупают, и они хотят это, чтобы это было у них в руках уже завтра. Они не могут ждать. Я заказал сегодня вот эту бутылку воды, я хочу, чтобы она была у меня уже здесь завтра. Когда проходит 2-3 дня, многие из них уже знают, кто такое, где мой заказ, где мой заказ, когда будет заказ у меня на руках. Это тоже один из нюансов с этим, скажем так. Вот. Так вот, смысл. Когда вы начинаете, в принципе, можно начать так. То есть вы создаете магазин на платформе Shopify. Я рассказываю про себя. Я создала магазинчик для себя. Дальше вы ищете товар, который вы будете продавать. Допустим, с Алиэкспресс что-то. Импортируйте, скажем так, этот товар с Алиэкспресс в ваш магазинчик. Все. Когда ваш магазин готов, вы готовы продавать. Кстати, Shopify берет за свои услуги 29 долларов в месяц. То есть, когда вы открываете, вам дается первые 14 дней бесплатная проба этого сайта. Но чтобы ваш магазин уже был, как говорится, лайв, чтобы он уже начал продавать, вам нужно зарегистрироваться все равно. Вас не будут пока снимать никакие деньги первые 2 недели, но чтобы вы имели право уже продавать, вам нужно зарегистрироваться, оставить свои данные. В общем, в месяц потом с вас будут брать 29 долларов за их платформу, за их службу. Это того стоит. Я не считаю, что это так дорого. И самый главный, конечно же, шаг, это же привести покупателей. Вы, конечно, можете продавать своим друзьям, подругам. Можете где-то там выставлять в группе на Фейсбуке, продавать. Но это все полный бред. Это вам не принесет больших денег. Ладно, там у вас подруга купила 1-2 штучки чего-то. И все. Вам нужна огромная аудитория. Вы хотите, чтобы вся страна знала о вас, знала именно, что у вас продается ваш товар. Как я рекламирую свой товар? Я использую 2 сайта. Первое, что я использую, это Google. Google Shopping. Когда вы открываете Google, что-то вы заводите в поиски. Вы знаете, там вылазят всякие разные картинки. Допустим, я продаю бутылку воды, и там вылазит вода. Знаете, проявляется всякие разные реклама. И как раз-таки там люди могут найти вас. Но нужно такую рекламу, чтобы она у вас не останавливала, чтобы она у вас шла каждый день, чтобы вылезти вам в самое начало, скажем так. Это тоже свои такие есть нюансы, чтобы делать вот эту рекламу на Google. Это тоже все не так легко и просто. Там есть свои тоже всякие разные трюки, скажем так. Это номер один. Это просто, когда люди что-то ищут, они находят ваш товар. Номер два, это Facebook. Facebook. Есть еще, кстати, Instagram, но Instagram я пока не пробовала. Но я вам расскажу, как это работает тоже. Значит, что вы делаете на Facebook? На Facebook, допустим, я хочу продать бутылку этой воды. Я создаю рекламу. Очень хорошо работает, когда вы создаете рекламу маленького видео или какие-то прям красивые фото, которые подробно просто объясняют, что хорошего, какая польза будет мне от этой воды. В общем, которая покажет мне такие классные фото, такие классные объяснения этого товара, что я посмотрю. И я знаю, что мне нужно купить эту бутылку воды вот именно сейчас. Не пойти в магазин, не купить, не зайти на Amazon или еще где-то не искать, а вот прям перейти по ссылке и купить именно вот этот товар. Как вы это сделаете? Вам, Facebook тоже вам помогает создавать авитайзинг. То есть вам нужно создать специальную такую аудиторию, которая будет заинтересована именно в этой бутылке воды. То есть вы создаете там, когда делаете авитайзинг, тоже в будущем, если мы будем с вами заниматься этими темами, я это все вам подробно покажу, как их составлять, как искать аудиторию, именно ту аудиторию, которая заинтересована в вашей бутылке воды. Пример вам скажу. Я раньше этого понятия не имела и все такое. Я захожу, знаете, вы заходите у себя на Инстаграм, листаете, листаете свою страничку и смотрите, всякие там рекламы вылазят. И когда вы видите, написано спонсор, это как раз таки и есть вот такие рекламы, таких магазинчиков. Я захожу на Инстаграм и ищу что-то и смотрю, у меня вылазят футболки, какие-то реклама, рожденный в феврале. Здесь, кстати, в Америке очень модно, популярно, скажем так, всякие футболки со всякими разными надписями. Потом иду, ищу, футболка вылезла опять какая-то, рожденный русский, там, Russian girls, самые лучшие девчонки на свете. Я думаю, а почему? Как так? Как они знают, что я Russian girl? Как они знают, что я рождилась в феврале? В общем, сейчас я вам рассказываю фишку. Когда вы создаете вот этот авиатайзинг на Фейсбуке и Инстаграм, они работают вместе, и вы их вместе соединяете. Если я хочу продать футболку, которая написана «Рожденная в феврале», то я буду искать свою публику, аудинс, все те, кто был рожден в феврале, все те, у кого скоро день рождения, там, допустим, если я на февраль ориентируюсь как-то. Потом, если я, допустим, русская, Russian girls, the best girls, то я буду искать публику русские девушки, «Рожденные в России», в общем, вы сами создаете ту публику, говорите, делаете запрос в Фейсбуку, чтобы вы хотели, кто бы увидел ваш товар. То есть, получается, я русская девушка, и кто-то создал вот такой авиатайзинг, и прямо передо мной, перед носом, я или ставлю Инстаграм или Фейсбук, передо мной, перед носом, прямо выходит эта футболка, «Рожденные в феврале». Скажу вам честно, я пару раз покупала таких сайтов, особенно эти... Сейчас я все прекрасно понимаю, раньше я этого как-то не понимала. В общем, когда у нас получаются возврат на гол налогов, это у нас получается где-то примерно февраль, в январе подаются на налоги, в феврале получают возврат. И пошли реклама жесткая, везде идет реклама, и они, видимо, знали, что... Они, то есть, видят, что я где-то смотрела на гугле, искала что-то там связано, знаете, с фотографией, там, какие-то... Селфи-стик, там, какие-то, значит, всякие приспособления для фотографий. И вот мне начала постоянно вылазить. Помните, я купила в том году селфи-стик? Она постоянно начала передо мной вылазить, вылазить, вылазить. Каждый день просто она вылазила, я смотрела на нее, я хотела ее купить. И я ее купила все-таки, но она у меня просто валяется дома, она мне на самом деле не нужна. Просто она, говорю, в этой рекламы вылазила передо мной перед носом каждый день именно благодаря такой рекламе люди покупают и покупают немного а именно вот как раз таки с периода с октября по январь-февраль-март апреля думаю это будет просто люди будут покупать все хотя после января после декабря после крисмоса люди будут у него не будет денег потому что они стратили все деньги на подарки но потом они будут вернут эти подарки многие возвращают здесь кстати и потом у нас будет возврат налогов с января месяца люди подают аналоги получаться где-то февраля люди получат возврат налогов то есть получается февраля люди снова будут тратить деньги то есть нужно знать много всяких разных разных нюансов свою аудиторию вокруг вот примерно я вам рассказала с третий вариант как вы можете делать рекламу это это также инстаграм вообще много вариантов можете на ютюбе свои видео создавать можно тоже их рекламировать через google не расскажу сейчас вот основные это у нас был google это был facebook и 3 это у нас инстаграм инстаграм и google и facebook они вместе соединены то есть мы когда даете рекламу на фейсбук вы также автоматически можете дать ее на инстаграм но сейчас я хочу вам рассказать как на инстаграм еще можно делать рекламу вы знаете на инстаграм много всяких людей у которых много followers подписчиков вы можете найти кого-то вот допустим вы продаете бутылку давайте скажем так ну давайте фитнес возьмем мы продаем какую-нибудь там футболку для фитнеса и мы можем найти человека смотрим всякие разные хэштеги связаны с фитнеса находим человека которого много подписчиков которые именно вот с фитнесом связаны смотрим тоже там всякие свои особенности смотрим реальные ли у него подписчики если у него комментарии то есть есть специальные сайты посмотреть сколько примерно такой человек берет за свой пост это все можно тоже проверить тоже я всего научилась вот значит вы нашли какого-то человека и потом мы с ним связывать сможете написать ему сообщение сказать не хотели бы вы поработать вместе с нашей компанией допустим выставить рекламу у себя на страничке вы даете какую-то рекламу или вы можете прислать товары этому человеку допустим пристали в воде нашли мог молодого человека он связано с фитнесом мы ему присылаем эту футболочку и он где-то выставил рекламу в этой футболке сделал хэштег ссылка на вашу и на вашу страничку так я слышала я не пробовала но я знаю что я тоже сделала свои поиски что за 20 30 долларов можно найти какого-нибудь как раз таки вот такого influencer influencer как они называются и попросить его чтобы они для вас выставили рекламу это я тоже буду в будущем все пробовать пока у меня просто нет таких товаров которые бы я бы хотела чтобы кто-то выставляла вот вот примерно я вам все рассказала я думаю что у меня примерно поняли в общем этим летом у меня сейчас на данный момент три магазина я планирую открывать еще один магазин магазин магазинчики все разные каждого магазинчика свой направлен свое направление скажу вам сразу те люди которые занимаются вот как раз таки этим я думаю что никто не говорит что именно они продают потому что если я вам скажу что я именно продаю вы также просто откройте магазин и будете продавать то же самое и то есть люди говорят примерно что и как работает но конкретно что я просто не могу тебе знаешь конкретно сказать вот открывай магазин открою магазин положи этот товар и он будет у тебя продаваться вот так вот, это все я потратила на это много времени я потратила денег, я скажу вам, потратила достаточное количество денег уже на это все на рекламу на создание сайтов я там какую-то брала лого создавала, там еще что-то создавала я же сама научилась все это делать вот, в общем так что я хочу сказать, примерно вы меня поняли это магазинчики в интернете американцы скупают все скупают все в интернете если вы поставите это перед их носом и вы знаете, что они это хотят и вы найдете эту аудиторию то держитесь скупят у вас все и что я сейчас думаю я думаю о том, если людям интересно научиться этому бизнесу возможно, что я смогу поделиться своим опытом возможно, что я смогу открыть не открыть, а создавать какие-то видео и просто, допустим, шаг за шагом показывать, как именно открыть магазин как создать рекламу в общем, каждый, допустим, нюанс их очень много которые будут реально в помощь для тех, кто заинтересован открыть такой вид бизнеса это может быть сначала как дополнительный заработок у многих, которые делают это какое-то количество времени конечно, каждый бизнес требует времени вложения ваших сил каких-то денег но здесь, видите, хороший плюс что много денег на старт не надо что вам понадобится это на рекламу то есть вам не нужно покупать товар вы сразу же, у вас заказывают вы сразу же берете покупаете этот товар у вашего поставщика и его поставщика отправляют то есть не нужно тратиться на это так что возможно, если вам будет интересно кто заинтересован открыть что-то подобное можно создавать какие-то видео и рассказывать, делиться даже просто открыть компьютер открыть новый магазин вместе с вами показать, как это все делается шаг за шагом чтобы вместе со мной сели открыли и тоже создали этот магазин сначала это кажется все сложное я честно скажу сначала я проводила целыми днями я ночами не спала вы помните я сидела на диване вот чем я занималась создавала магазин и разбиралась в этой теме многие, кто занимается это уже достаточное количество времени которые изучили этот бизнес достаточно хорошо это что у нас и камер с маркетинг они уже себе зарабатывают как постоянный доход есть такие, которые живут очень удобно благодаря таким бизнесам а есть и такие, которые на таком бизнесе заработали и миллионы так что если кому-то это интересно можно придумать что-нибудь такое но я думала сделать мне что-то такое на английском а может быть на русском я не знаю напишите мне в комментариях что вы думаете по этому поводу если бы вам интересно было чтобы я создавала такие видео где бы я вам вас делилась допустим какими-то вот как раз таки секретиками именно этого бизнеса делилась с вами как построить этот бизнес с самого нуля скажем так и пошагово показывать вам все подробно как это строится как это делается и все такое в общем я жду ваши комментарии дайте мне знать а я пошла учиться набираться знаний в сфере финансов в сфере